Лаборатория под открытым небом. Ветряной электрогенератор сконструировал учитель физики из Карабадахкенского района. Это позволило Нурмагомеду Хизриеву не только сэкономить на плате за электроэнергию. Позаботился он и о чабанах, ведь его разработку можно использовать даже на пастбищах. В планах у Нурмагомеда Хизриева еще одна интересная и полезная идея. Ею он поделился с нашим корреспондентом Натальей Ханбабаевой. Вот это лопасть забраковал. Очень трудно делать. Форма неподходящая? Да, форма неподходящая. Дом Нурмагомеда Хизриева, автора изобретения, найти легко. Его двор больше напоминает лабораторию под открытым небом. Именно здесь, четыре года назад, Дагестанец начал создавать витряной электрогенератор. Мастер скромничает, что ничего особенного не сделал. Ведь в интернете сегодня можно найти подробные расчеты и чертежи. Тем не менее, Нурмагомед постарался усовершенствовать разработку. Все изучил. И недоволен каким. Один дорогой, другой материал специально нужен, третья установка очень тяжелая, много времени. Вот это придумал самый подходящий вариант, последний вариант. Он при малейшем ветре, где-то 1-1,5, даже 0,5 метра в секунду, он дает ток. По расчетам физика, вырабатываемой мощности хватит на то, чтобы обеспечить электричеством дом. Однако Нурмагомед позаботился и о пастухах. Его разработку они могут использовать на пастбищах. Пастухи и чабаны ходят, они делают привал, через 3-4 дня делают привал. А у них телефон есть, а негде заряжать. Вот он за полчаса этот аппарат установит, где-то ветер. Он не сильно высокий, не сильно удобство есть, как поставить его. Ставит и он заряжает свой аппарат, телефонный аппарат. Вот и дает свет одновременно. В обычной жизни Нурмагомед Хезреев учитель, преподает физику. Своё дело любит, он посвятил науке 50 лет. Здесь его называют наш местный Кулибин. О своих разработках преподаватель рассказывает ученикам. А с некоторыми он вместе готовил и защищал проект на научной конференции «Шаг в будущее». Номинация была «Альтернативное получение энергии». И в районном этапе он первое место занимал, а в республиканском третье место позапрошлым году, в прошлом году второе место занял. И то, что они придумали, вот этот аппарат, скажу, если большой дом может обеспечить электроэнергией. На самом деле, вот такая нужная вещь в сельской местности. Нурмагомед на одной разработке останавливаться не планирует. Сейчас он собирает новую модель. И верит, рано или поздно, ветрогенератор всё равно выйдет в широкие массы. Ведь ветер как был, так и будет бесплатным. Наталья Ханвабаева, Махарбек Амариев, Юсуп Газиамаров. Время новостей.